Всех приветствую! Добрый день! Вы смотрите «Прямое включение». Передача называется «Летний эфир». Постоянно я всегда говорю, что у нас реально интересные гости. Да, вы смотрите НВК Саха и Саха 24. Повтор вы можете посмотреть в НВК Саха в 4 часа. Так что давайте я познакомлю вас с нашими первыми гостями. Итак, первые гости наши это Светлана Дичковская, руководитель Кванториума. Добрый день! Добрый день! Также Варвара Васильева, заместитель директора Дворца детского творчества, город Якутск. Добрый день! Добрый день! Михаил Чаросов, заведующий кафедрой экологии Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета. А также у нас Елизавета Апросимова, ученица Якутского городского лицея. Добрый день! Ну что, дорогие, можете мне рассказать, пожалуйста, что такое вообще Кванториум? Я вот честно не знаю, первый раз услышал. И когда он состоится? Вообще состоится открытие. Это Светлана, по-моему, вопрос. Да, хорошо. Спасибо, Петр, за вопрос. Значит, давайте я расскажу сначала. С 2015 года была принята по инициативе президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича программа дополнительного образования. И в связи с этим вышло распоряжение главы нашей республики о создании сети детских технопарков «Акванториум» в республике Саха-Якутия. И, значит, что такое «Акванториум»? Это новая модель дополнительного образования. В рамках кейса, в рамках, в формате, то есть в проектном формате они решают реальные кейсы. И, значит, в октябре в этом году откроются… Реальные что? Кейсы? Да, реальные технологические кейсы. Технологические, чтобы все поняли, хорошо. Да, технологические кейсы. И, значит, в октябре в этом году откроется первый детский технопарк, в котором процесс обучения будет очень, скажем так, близок к процессу обучения, то есть функционирования высокотехнологичных компаний. Значит, будет откроется на базе Дворца детства на первом этаже с общей площадью 1200 квадратных метров. И региональным координационным центром этого федерального проекта выступает Республиканский ресурсный центр и методический центр, значит, реализует Малая Академия наук Республики Саха-Якутия. А кто будет преподавать? Значит, преподавать будут из этих трех учреждений. И преподаватели, они с 12 мая по 24 мая в Москве проходили обучение. И в Москве проходили обучение по нашим восьми квантумам, по восьми направлениям. Это Energy Quantum, IT Quantum, Robo Quantum, Aero Quantum, Geo, Cosmo Quantum, Neero Quantum и виртуальная дополненная реальность. И будет специализированный хай-тек-цех общего пользования. Хорошо. Варвара, вы можете сесть чуть-чуть вглубь, потому что вы как-то скромно так сидите. Но вопрос я, наверное, Михаилу сразу вам задам. По поводу... Вот расскажите о том, в каких направлениях будете сотрудничать с Северо-Восточным федеральным университетом. Ну, надо сказать, что университет имеет очень много направлений. И в какой-то мере он уже, конечно, к этому готов. С Малой Академией Наук, которая является одной из трех составных частей, университет уже давно работает. И в этом плане у Малой Академии Наук только... Ну, только три квантума. Ну, хотя они одни из самых таких технологических, они связаны с геоинформатикой. Это институт естественных наук, это с аэро, это беспилотники. Ну, сейчас модно уже говорить. Квадрокоптеры, дроны. У нас они уже стали появляться. Но одно дело пользоваться, а другое дело их делать. И вот дети должны научиться их делать. В этом плане институт математики и Малой Академии, она как раз вот имеет такое же направление. Они с корейцами работают, университет в этом плане уже продвинутый. Это учреждение. Ну, и еще это космоквантум, так называемая, это аэрокосмическая инженерия. Это изготовление ракет, запуски и отслеживание даже некоторых, ну, траекторий спутников. В этом плане тоже это физико-технический институт, институт математики, они к этому подготовлены и расположены. Ну, и по остальным направлениям, вот по IT-технологиям и по робототехнике, это во многом университетские направления. И первый интеллектуальный партнер. Вот наши, извините, да, Михаил, телезрители могут увидеть. Вы можете прокомментировать. Да, это вот как раз те федеральные, как бы, кадры из рекламы, которые мы получили. Это у федерального, ну, на федеральном уровне есть, у них связи с, это, Роскосмосом, у них есть с нанотехнологиями. То есть у нас тоже такие же возможности, мы можем своих детей. Да, у нас, и еще, что самое хорошее, все это проходит под методическим контролем, это федеральных тьютеров, из ведущих вузов и институтов нашей страны. То есть в какой-то мере вот все вот это мы должны вместе с нашими детьми, вот видим 3D, дроны, это все у нас поступит на общую сумму 81 миллион рублей. Это из федерального бюджета, из республиканского. Значит, город Якутск большой вносит вклад. Сейчас проходит ремонт, и, конечно, это все будет совершенно новое состояние. Ремонт, это где имеется в виду? На первом этаже дворца детского торжества, улица Кирова 20, и это будет на долгое время, будет базовая точка, где это будет развиваться. Но в перспективе, в планах, в порежении главы есть и расширение, и будет новый объект, и там будут появляться новые направления. Ну, нам надо хотя бы начать и это проделать. Для начала надо начать, да, конечно. Да, и в этом плане первый интеллектуальный партнер, конечно, Северо-Восточный федеральный университет. В этом плане мы надеемся, что наша родная альбоматор, многих, кто находится сейчас у экрана, она поддержит. В этом плане Евгения Саевна Михайловна уже принципиально дала добро, и договор будет... Ну, это все бесплатно, как я понимаю, это федеральные деньги. То есть любой ребенок может прийти, или как это все обычно происходит? Ну, надо сказать, что это в пределах того бюджета, который будет выделен. То есть есть республиканский бюджет, муниципальный бюджет, то есть это такое единое пространство, которое создается. А федеральный центр обеспечивает методическое руководство, обеспечивает оборудование, финансирование и конкурсные вещи. Это будет намного, на большую численность будет федеральный республиканский бюджет. А если вдруг будет больше желающих и прямо будут рваться, то надо подумать, как это все осуществить. Ну, конечно, да. Как вы мне сказали, до эфира около тысячи, сколько получается мест у нас? Охват, да, охват детей, значит, 1200 детей со всей республики, да, и городские дети. Городские дети, хорошо. И по поводу Малой компьютерной академии. Ну, вот Малая компьютерная академия, это как раз то интересное подразделение университета, которое уже в этом плане имеет ряд направлений. Оно является нашим таким лидером, который будет ряд наших квантомов курировать. В частности, вот Аэроквантом, это Максимов Васильевич, он реально уже имеет там определенные наработки. И его магистранты там будут вести. И, соответственно, очень большую надежду мы возлагаем на эту структуру. Ну, и аналогичные структуры есть в Арктическом инновационном центре. Есть структуры, есть малые инновационные предприятия, которые, я думаю, тоже будут работать постепенно. Теперь я хотел бы вам задать вопрос по поводу, а что за направление хай-тек? Это новотехнологическая лаборатория прототипирования. Сама я тоже занималась хай-теки и сделала вот такие вот вещи. Я вам покажу. Это называется фиджет-палм. Это такие игрушки, которые антистресса. Можете попробовать? Давайте я попробую. Надо успокоиться чуть-чуть, эфир. И в будущем мы бы хотели запустить их в рынок. Также хай-тек это не только игрушки. В хай-теке можно работать с 3D-принтером. Это подобие, помните, вот пакетики обычно бывают? Да. Воздушные. Если бы отломали. Шариками. Да, ощущение такое. Также можно передымоделировать вот такие вот листочки, например. Также дети сделали спиннер. Он еще... Это начальная стадия? Да, начальная стадия. В нем еще должна быть флешка. Ну и вот надо сказать, что 25 августа мы тех, кто уже записался на предварительную подготовку проектов, мы их приглашаем и к открытию мы должны подготовиться. Наверное, сделать еще ряд проектов, которые будут во дворце детского творчества. Уже процесс пойдет уже. Пока там оборудование поступит, пока открытие в Москве нам дадут точную дату, то надо же все-таки работать, делать кое-что. Вот поэтому это все потихонечку будет развиваться. Оборудование сейчас будет поступать к началу сентября. Тут Светлана Николаевна, наверное, побольше расскажет. Ага, ну, Светлане мы потом дадим слово, потому что можно вам задать вопрос по поводу направления ДДТ? В смысле направления ДДТ? Ну, то есть... А, какие будут кванты у нас? Да, какие. В дворце детского творчества у нас будет три больших квантума и один высокотехнологичный цех, это хай-тек. Квантумы это у нас получается IT-квантум, робо-квантум и энерджи-квантум. Вот такой маленький объем, скажем, квантумов, который будет обеспечить дворец детского творчества. Ну, и, конечно же, по поводу сетей, да, получается, филиалов, не только же в городе Якутске, подобие этого мы тоже, по-моему, спрашивали. Ну, да, ну вот надо сказать, что в Малой Академии... В других районах, у Лусы, можно открыть. Да, Малая Академия Наук на себя взяла методическую часть, то есть мы пока, наверное, первые три месяца будем отрабатывать всю методическую часть, учебный процесс в городе, но постепенно мы уже проработали четыре уровня партнерства по регионам, потому что, ну, уже есть такие слова, что мы опять все в Якутск, в Якутске, поэтому у нас будет определенное, как бы, желание иметь партнеров. Мы даже им дали своеобразные такие наши внутренние названия. Это самостоятельные лица, юридические, они как были, у себя остаются, ничего там не меняется, но они берут в себя определенные обязательства. В частности, мы хотим назвать предкванториум, образовательный партнер и пользователь услуг. То есть мы должны дать им определенные права, вложить на определенные обязанности, чтобы они тоже выполняли, по крайней мере, даже... Михаил, извините, перебью вас, да, у нас мало времени. Как и где можно подать, да, получается, заявки на кванториум? То есть заранее на сайте или куда можно отправить? Значит, сейчас мы начинаем уже запись до конца сентября. Вы можете всю информацию посмотреть на сайтах этих трех учреждений, как мы уже говорили, это Дворца детского творчества, Малая Академия наук Республики Саха-Якутия и Республиканского ресурсного центра. Хорошо. Ну, спасибо большое, что вы пришли к нам, рассказали, но не полностью, потому что мало времени. Оставайтесь, дорогие телезрители, никуда не уходим, еще много интересных гостей. После рекламы встретимся. Всех приветствую. Большое спасибо, что не переключаете наш канал МВК Сахай Саха-24. Но следующие гости, они непростые, вы знаете, наверное, в новостях вы уже видели и читали в Инстаграме. Да, они были в Японии и обыграли их. Всего было семь игр, но более подробно расскажут сами гости. Итак, я бы хотел бы их представить. Михаил Варламов, организатор, руководитель делегации. Добрый день. Здравствуйте. Владислав Беляев, инструктор-методист школы футбола город Нерингри. Здравствуйте. Здравствуйте. Также, ребята, быстро я буду перечислять, а вы говорите привет, окей? Так, у нас Сергей Шишигин, Андрей Пухов, Сергей Павлов, Александр Алексеев, Дмитрий Попов, Василий Жирков, Ян Тарский и Анатолий Борисов. Добрый день. Здравствуйте. Отлично. Ну что, дорогие, расскажите, пожалуйста, о поездке. Давайте, Михаил, первый вопрос вам. Что вообще произошло там? Так, значит, в прошлом году на шестых играх «Дети Азии» у нас впервые в истории приехала официальная делегация Японии по футболу. Да. И, как вы все знаете, что они очень, ну, с большим отрывом заняла первое место. Вот эта футбольная команда в прошлом году. Ну, после этих игр японская делегация, японская сторона, ну, как сказать, ала верды, да, так сказать, что вот встречный прием нашей делегации, ну, конкретно в нашем случае это по футболу. Вот, и вот в этом году было приглашение, приезжал заместитель министра иностранных дел Японии Хори Манабу, и вот он в своем выступлении уже пригласил наших детей, ну, практически еще в прошлом году. Значит, ну, вот мы вот с футбольной школой, совместное министерство образования отобрали детей, ну, детей из... Давайте заранее скажем, да, извините, Михаил перебью, да, в ЕКТ пишут и в различных, да, социальных сетях, люди думают и задают вопросы, анонимные, конечно же. Спрашивают, а почему именно эти ребята, есть же другие ребята, это как что, они или родственники министров, там, чиновников, скажите, пожалуйста, всем-всем-всем, кто написал эти комментарии. Так, ну, во-первых, я хочу огорчить тех подписчиков, скажем, да, вот, которые сказали, что каких-то руководителей, дети руководителей. Нет, это дети, юные спортсмены, детские спортсмены, дети из сельских школ, Мегдокангаласский, Чураптинский, Усть-Алданский, Томпонский, вот, дети, которые занимаются в футбольной школе. Ну, обычные дети, вот, ну, имеется в виду обычных родителей. Ну, по критерию, как вы выбирали детей, получается, лучших из лучших? Естественно, мы выбирали из сельских ребят, практически самых наилучших, ага, вот, ну, вот, совместно вот с футбольной школой. Они помогли нам отобрать лучших детей на эту поездку. Также скажем, что в 2020 году будет Олимпиада в Японии, Токио. Да. Так, и Владислав более конкретно нам расскажет о играх и матчах, которые прошли. Их 7 игр было. Всего 7 игр было. Товарищи. Владислав, давайте расслабимся, как-то напряженный. И первую игру проиграли 1-0, потом вторая игра, вторая игра тоже проиграли 3-1. И третья игра проиграли тоже. Владислав, ты-ты-ты, да, как будто кто-то умер, да. Веселее. Ничего, проиграли, зато выиграли сколько матчей? Потом остальные матчи выиграли. 4. 4. Но это неплохой результат, ведь так? Да. И надо рассказать, какие футболисты против наших играли. Это непростые дети были тоже. Да, это 3 команды футбольного клуба в Японии играли. Мы очень сильные были. Потом обычные школьные ребята играли и выиграли. Ясно. Ну, а теперь я бы хотел спросить у ребят. Так, давайте улыбнемся, что такие мертвые это? Давайте, ребята. На вас вся республика смотрит. Ну что, дорогие, вот расскажите, пожалуйста, сначала о себе. Давайте с вас начнем. Меня зовут Алексеев Александр. Я учусь в Миринской юношеской гимназии имени Василия Васильевича Алексеева. Я занимаюсь футболом в Ужелданском мусоре. Меня тренирует Тацкий Алексей Иннокентьевич. Я благодарен ему, но в этих сборах нас тренировал Ян. Не волнуйся, не волнуйся, пожалуйста. Ян Толстухов. И он очень хорошо нас подготовил не только физически и тактически. И результат мы вам показали. Да, да, да. Дальше. Дальше. Добрый день. Меня зовут Пухов Андрей. Я тоже из Ужелданского луса в Миринской юношеской гимназии имени Василия Васильевича Алексеева. Я также хочу поблагодарить своего тренера по футболу Алексея Иннокентьевича Тарского. И Яна Толстухова за то, что он нас подготовил и практически отправил в Японию. Так, ребята, дальше там есть микрофон. Меня зовут Борис. Учился в Мугудай. Поступил в 11 класс. Я благодарен своему тренеру Толстуху Яну Федоровичу, что он... Ну, что он помог и вырастил тебя, как настоящий футболист. Здравствуйте. Меня зовут Павел Сергей. Я из Черопцинского района Северного Мондагаи. И я благодарен Слепцову Андрею Гаврилевичу и Толстухову Яну Федоровичу за все. Ага. Ребята, столько благодарности. Ну, давайте. Да, мы начали, значит, должны закончить. Хорошо? Добрый день. Меня зовут Попов Дмитрий Дмитриевич. Я из Черопчи. Учусь в 11 классе. Благодарен своему тренеру за то, что научил меня в футболе. Играть? Забивать в девятку? Да. Ну, все. Спасибо. Так, ребята, чуть быстрее. Здравствуйте. Меня зовут Джурков Вася. Я меганганглазского лучшего силы Утумул. Я учусь в 10 классе. Я тоже благодарен своему тренеру Ленею Слепцову и Слепцову. Андрею Гаврилючу то, что меня таким вырастил. Хорошо. Я думаю, будет приятно всем, кто вас вырастил. И родителям тоже благодарность. Не забывайте. Здравствуйте. Меня зовут Шишин Сергей. Я учусь в Толоминской СОШ-Меганганглазского улуса. Тренируюсь уже два года. Тоже благодарен своему тренеру Слепцову Андрею Гаврилючу. Ну и завершающие. Меня зовут Тарск Ян. Я из Усалданского улуса. Занимаюсь футболом с первого класса. Очень благодарен своему тренеру Алексею Никентьевичу. Красавчик. Ребята, вы все молодцы. И сестре Кларе Федоровне. И сестре, да? Кларе Федоровне. Обязательно. Ну что, дорогие, давайте сейчас еще один вопрос задам. Только уже представление мы уже все вас знаем. Тяжело удалась победа? Ну давайте вот вас спросим. Тяжело удалось нам, сложно, так как играли очень опытные. игроков, они хорошо были подготовлены. Техничные. Очень техничные. Быстрые, скорость у них, у них немалая. Да. И хотел бы у тебя спросить, кто из игроков соперника понравился больше всего? Симпатия может быть. Их капитан Киро Чанс его зовут. Он очень техничный. Сам может обгадать двух. Трех. Или всю команду. Да, да, да. Ребята, ну а теперь я бы хотел спросить Владислава. Но до этого давайте мы сделаем челлендж. Это возможно? Так, кто, кто, кто готов? Так, наверное, вы. И еще кто-то. Вот мяч у нас есть футбольный. Так, далеко не уходим, ребята. И вот сзади, пожалуйста, специальная коробочка у нас есть. Коробочку. Так, у нас три минуты, ребята. Так, давайте мы покажем чуть-чуть какую-то определенную технику. Покажи, только не сильно. Осторожно, наши камеры. Опа. Вот он. Армзевор сделал вокруг света. Такие у нас, ребята, техничные. Молодцы. Так, и можете прокомментировать, Владислав. Вообще, как игра, как матч вам? Вы же все-таки тренер. Расскажите, какие-то плюсы, минусы? Где-то надо добавлять, где-то наоборот. Ну, да. Ребята, давайте посуемся. Еще, когда выигрывали, как раз погода помогла. Думаю, и команда хороший настрой. Настраивал как мог, и победы пошли. Все как надо, да? И как бы на кураже уже из-за всех выиграли остальные матчи. Ну что, дорогие, разминку мы сделали. Надо сейчас вот коробочку поставить вот сюда на середину. Так, мне нужен помощник. Да, прошу вас. Надо забивать. Надо забить. Забить. Так, наверное, спиной не будем стоять. Давай вот сюда, вот где клумбы наши. Давайте вот так встанем. Папку я поставлю вот сюда, ручку вот сюда. Светы, ребята, осторожно. И головой. У нас три попытки, ребята. Мы должны забить сюда. Итак, давайте поддержим, поддержим, поддержим. С первого раза, ребята, молодцы. Ничего себе, вот такие ребята. Не, ну, ребята, смотрите, заранее скажу нашим телезрителям. Мы готовились не раз до прямого эфира, но, к сожалению, не получалось с первого раза. А вот здесь прямое включение, ребята, молодцы, настроились. Собираться они могут, мотивация есть. Ну что, дорогие, кого вы хотели бы еще поблагодарить? За участие, может, спонсором. А родители, конечно. А родители, это понятно. Сейчас мы передаем высокопоставленным людям вопросы. Молодец парень, да, хочет ответить на все вопросы. Итак, Михаил, Владислав. Ну, во-первых же, мы благодарим Японо-Российский молодежный центр за то, что они пригласили. Кстати говоря, тут вот эта компания, скажем, да, полностью за счет своих средств. Японская сторона. Японская сторона, все полностью. Внутренние перелеты. То есть форму, получается, так же? Это дойдем. Внутренние перелеты, питание, проживание, это полностью японская сторона. У нас мало времени. Так, теперь, получается, ну, конечно же, родители в первую очередь благодарен. И, ну, естественно, нашим руководству республики. Ну, большое спасибо. Мы встретимся через некоторое время. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok